так всем привет доброе утро доброе утро ботер то в шалом шалом начинаем новую неделю начинается новая неделя в жизни мироздания как был шаббат остановка и сейчас пошла новая неделя так олег марголин шалом прям очень интересно что каждый день это новый день вот каждый день ты просыпаешься и он новый как бы мы с утра говорим что вернул мне душу мою что бог нам с утра возвращает душу заново ты чек ночи лежит такой нету его просто нету да и потом а оп как включается и начинается знаете как у компьютера начинается загруз программ вот когда ты компьютер включаешь начинается загруз программ и он спрашивает открыть вчерашние программы или не открывать а у человека ум не спрашивает открывать вчерашние программы или не открывать и когда ты из сна выходишь у тебя начинают открываться внутри как окна вчерашние программы так что я думал что думал что думал и ты начинаешь эти все программы открывает как особенно сейчас messenger messenger facebook instagram и ты как бы открыл себе свой мир выстроил опять его в своих мыслях и начинается опять все то же самое что было вчера но по факту каждый день это новый день а сейчас на шавуатов новая неделя мы желаем друг другу чтобы была шавуатов алекс поделка тоже шавуатов яков шатадин шалом и после длительной остановки шаббат ней до такой остановка поезд мироздания устремляется к следующей станции к следующему шаббату кстати интересно такая была глава недельная вообще хукат просто удивительная глава которая которая прям показывает одну самую непонятную заповедь в торе и хукат это как красная корова заповедь о красной корове которая ее сжигали и с помощью ее пепла с помощью пепла значит очищали очищали того у кого была духовная нечистота а тот то очищал он становился там и он становился грязный это очень удивительная заповедь никому не понятно было кроме маши рабы но как она работает и в этой же главе бог запретил наши рабы на заходить землю израиля то есть он на маши который вообще получил тору который ближе чем бог про него говорил она в миколь адам самый скромный из всех людей ближе всех был к богу за всю историю и ему бог запретил заходить землю израиля и вот как раз это глава две самых непонятных вещей почему мои маши рабыну не зашел в землю израиля и почему это красная корова очищает мы это все узнавали разбирались и сейчас продолжаем изучать перте вот значит перте вот сегодня мы начинаем 3 парик 3 глава очень удачно да как мы заново стартуем 3 глава значит 3 глава начинается с того что рабе акавия бен меалалель был такой акавия бен меалалель он говорил он говорил значит акавия бен меалалель говорил следующая вещь истокель бешлуша дворим посмотри на три вещи в н а таба ле дэвера и не придешь ты к преступлению очень интересно что первая глава вся перте вот которую мы уже изучили она нам говорила о том что на трех вещах стоит мир там и так далее то есть идет идет такая основы торы фундаментальные вещи которые нужно знать о как тора передавалась самые мудрецы вот первых поколений не говорили самые такие фундаментальные вещи мировоззренческие о том как работает мир вторая глава она была вся посвящена выбору как чек какой выбор он сделает у нас этого начиналось что какой путь прямой что выбери человек потом спрашивал арабан йоханан бен закай 5 своих учеников какой путь должен выбрать себе человек то есть 2 глава была посвящена выбором как правильно выбрать третья глава она начинается о том как как спастись от преступления здесь очень важно что как бы бог он мир создал чтобы человеку дать добро но чтобы было честно чтобы это не было автоматическое такое давание как подачка бог дал возможность человеку заработать это добро чтобы чувствовать что он его получает и радоваться до заработанному то есть есть хлеб позора когда просто бросают хлеб на типа подачка а есть заработанный хлеб так вот бог хотел дать человеку заработанный хлеб вот этот вот самое великое благо и счастье прилепиться присоединиться к богу и он ему установил для этого заповеди повелевающие делай делая которые ты приближаешься к богу и запрещающие нельзя которые делать ты не нарушаешь и ты тоже приближаешься к богу то есть интересно что преодолевая свое стремление к и и он сделал так что запрещающие заповеди хочется делать а повелевающие не хочется вот такая вот интересно он создал нам игру такая игра да игра в заповеди и есть такая даже дальше мы будем учить пертьевод что гонись за заповедью то есть ты должен стараться ты должен включать усилия чтобы сделать заповедь и убегает преступление то есть это значит что преступление за тобой гонится и вот в этой главе акаве бен милл он нам говорит истокель бушуша дворим посмотри на три вещи в н это бали и дэвера и ты не придешь к преступлению значит на что надо обратить внимание первое он говорит да мяин бата знайте откуда ты пришел в или анатаулех и куда ты идешь в элифнеми ата в элифнеми ата а титлитан динви хижбон и перед тем ты в будущем будешь давать динви хижбон это суд и хижбон это счет да то есть перед тем ты будешь потом отчитываться и дальше он нам говорит перед тем мяин бата он говорит откуда ты пришел метипас руха из капли плохо пахнущий что он имеет ввиду капля что за капля из которой ты пришел и почему помни об этом ты не придешь к преступлению дальше он продолжает куда ты идешь лимаком афар рима ватула вместо афар это прах рима гниения ватула и червей ты откуда ты пришел из капли куда ты идешь в могилу вместо праха значит афар рима гниения и червей в элифнеми ата а титлитан динви хижбона перед тем ты будешь потом отчитываться элифнемелых малахи амлахим акадош баруху перед богом малах малахи амлахим царем царей акадош баруху святой благословен он значит давайте разберемся что является что является основой основой которая человеку мешает соблюдать заповеди и влечет его к преступлениям основой является способ мышления человека то есть в начале каждого преступления лишь лежит лежит мышление человека решение это сделать и откуда вот смотрите например если человека идея сделать нарушить заповеди торы да что-то нарушить то есть сделать преступление что такое преступление когда ты знаешь что это преступление ты приступаешь это да авера это когда ты овер ты переходишь границу какую границу то что установлено преступлением значит мы так как мы сейчас говорим о концепции бога то бог дал тору вторе написано что является добром что является злом и он сказал это делай это не делай так что заставляет человека зная что бог запретил это делать сделать вот это вот главный первый вопрос и это то что заставило первого человека сделать свое первое преступление когда бог ему сказал от дерева познания добра и зла ты кушать не можешь а он скушал да то есть что его заставило ля вор перейти через желание бога через запрет бога через желание бога значит заставляет человека перейти через желание бога через запрет бога заставляет перейти что его собственное желание то есть чек противопоставляет себя богу он говорит секундочку бог сказал не делать а я сделаю бог сказал делать а я не буду то есть вот это а я я решил это то что то что заставляет человека идти против Бога. Теперь его вот это «я», откуда оно берется? Оно берется из веры в то, что я существую вообще, и я настолько я существую, что я даже могу без Бога обойтись. Вот эта вот вера в себя, она дает возможность человеку идти против Бога, представьте. Значит, откуда она берется? Ведь это же иллюзия. Кто такой «я» вообще? Когда человек говорит «я есть», что он имеет в виду? Кто «я» есть? «Я» Ицкак Пентусевич – это набор из трех слов. «Я» Ицкак Пентусевич – это набор звуков. Или мысль, например, «я есть». Что такое эта мысль? Это набор каких-то образов, набор каких-то звуков. И сказать, что «я есть», где «я есть». Когда я сплю, меня нет. Когда я, например, в одном состоянии, меня того нет. Я в другом состоянии, меня того нет. То есть, что такое «я есть»? Это чистая вера человека в некую виртуальную реальность. И когда человек верит в эту виртуальную реальность, которая называется эго, эго или личность, да, от этого идет слово эгоизм. Когда человек верит в эту виртуальную реальность, и он в этой виртуальной реальности не оставляет места для Бога, он говорит, секундочку, я вот это, мои все истории, мои все решения, мои желания и так далее, важнее, чем то, что сказал Бог. То, что тогда? Эта вера в себя называется на языке Торы «качество гордости», гаава, которая является одним из самых плохих качеств. Написано, значит, «тоават ли ашем коль гавуа лев», это мы в Миште учили. То есть, мерзость для Бога, у кого возвышенное вот это сердце. То есть, когда человек себя возвышает и говорит «ко хи во цим еди а сули коль хай лазе», говорит «сила моя, и сила моих рук сделали мне вот этот весь хайль, мое все, то, что у меня есть, это я сделал». Когда человек забывает про Бога, в этот момент он вступает в противоречие с Богом, потому что, если бы Бог не давал человеку силу дышать, один вдох бы остановить человеку, перекрутить краните, да, и весь этот мир, все, что вообще у человека есть, это все идет от Бога, с неба, вся сила его, все решения. Так, говорит нам Акавия Бен Меалалель, ты говорит «вспомни, откуда ты взялся вообще». Когда ты говоришь «я», ты вспомни, откуда ты взялся, ты был каплей, ты был одним сперматозоидом вообще, кто ты? То есть, ты из-за одного вот этого сперматозоида развилась какая-то конструкция, в нее загрузили какую-то информацию, и ты сейчас, ты оп, не можешь даже 2-4 часа двигаться активно, потому что ты через каждые 16 часов должен отключаться и лежать без движения, и все, потому что ты не можешь не спать. Так, что ты говоришь, вот это «я», «я сделал», «я не сделал»? В один момент вот так вот бах, и все заканчивается. Цари попадают в тюрьму и их убивают. Вершители судеб их забывают через одно поколение. Ни о чем. То есть, говорит нам Акавия Бен Меалалель, что вот это вот «я», которое говорит тебе «иди против Бога», это иллюзия. Оно взялось из капли, вообще из капли, из одного сперматозоида. Теперь дальше он говорит. Если у тебя еще осталась какая-то гордость, какой-то там вот это «я», он говорит, посмотри, куда ты идешь. Куда ты идешь? Лимаком Афар Римавы Тула. Идешь ты вместо гниения, праха и червей. То есть, ты думаешь, что все вот это то, что ты строишь, одеваешься, сидишь в салонах красоты и так далее, что это все останется. Ничего не останется, вообще ничего не останется. То есть, все это идет в могилу. Об этом царь Соломон Шлома Мелла целую книгу написал Куэллет, где он сказал, что все Эвэль Эвэлим, все это пар паров. И нам просто Акавия Бен Меалалель, он об этом напомнил. Он говорит, о чем вы вообще, ну, о чем вы беспокоитесь, да? То есть, то, что заставляет людей грешить, второе, первое, заставляет людей грешить, это гордость, да? Я сказал, будет как я, я сам себе все сделал, все. Второе, что заставляет людей грешить, это погоня за удовольствиями, погоня за богатством, погоня за деньгами, погоня за попытками обеспечить себе в этом мире какое-то вот такое вот материальное положение, да? Он говорит, куда ты спешишь, ты что, все это с собой заберешь в могилу? Ничего не заберешь в могилу. Вот впереди два на полметра и полтора метра глубиной у всех, как ни крути, раньше, позже, там, сегодня, завтра, через 10 лет, то есть, все. Это второе, он сказал, то, что тебя остановит от греха, помнить всегда об этом. И третье, что тебя остановит от греха, это то, что душа-то твоя бессмертная, и он об этом напоминает, это как бы идет наоборот в плюс. То есть, первые две вещи, они человеку говорят, что все твои вот эти иллюзии, в которых ты живешь, они разрушатся, но, а душа-то твоя, она перед тем будет держать ответ, перед Богом. То есть, твоя душа внутри, как мы каждое утро говорим, у меня самое любимое благословение, вот утром ты просыпаешься, есть благословение утреннее. Есть такое благословение, элукай, Бог мой, да, элукай, это Бог мой. Не шамаши на тата би, душа, которую ты дал в меня, теораи, она чистая, то есть, это луч, божественный луч. А та брата, ты ее сотворил, а та я царта, а та я царта, то есть, ты ее сотворил, и ты ее, я цар, это как, как ее цар, это, ну вот, скульд, это креатор такой, да, да, сформировал. То есть, ее цар, это, который делает, ну, вот, произведение искусства, да, и Бог ее брата, ты ее не шаму, ты ее сотворил, а та я царта, ты ее сделал уже под меня, да, то есть, в каждого человека попадает вот этот божественный луч, но он уже адаптирован, как бы, под вот конкретного этого человека. А та нефахта би, и ты ее вдохнул в меня, то есть, то, что я называю собой, вот это тело, оно развилось из одной капли, развилось из одной капли, развилось, развилось, потом начинает сдуваться, 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 оп, и попадает в могилу, где полностью растворяется. Но вот это то, что я называю собой, вот этот биоскафандр, он существует только 70-80 лет, это просто, это место, в которое вдохнул Бог душу, да, то есть, вставил душу в меня. Ва та нефахта би, ва та ми шамра бетербит, и ты ее держишь во мне. Ва та атид лит лами мени, и ты в будущем ее вытащишь из меня, в эхизар таби вернешь в меня ле атид лаво, в грядущем мире. Все время, пока не шамра, вот эта божественная душа, бетербит внутри меня, мода нили фанейха, благодарен я тебе, мэлэхай вэкаям, Сейчас, я на еврейте привык, как говорить, есть? Я спутал с мода нили фанейха. Вот, смотрите, значит, ле ахзара би ле атид лаво, и ты ее вернешь мне в грядущем мире. Коль з манша, не шама бетербит, все время, пока не шама, божественная душа бетербит внутри меня, мода нили фанейха, бог всесильный мой, вэлэке авутай, и бог отцов моих. Представьте, тут еще вот это вот добавление, что бог моих отцов, что этот процесс продолжается из поколения в поколение. Человек боится, все время боится, что с ним будет завтра. Но если он подумает, ну кому поможет твой страх? То есть, или будешь, или не будешь. Но если мы посмотрим на теорию вероятности, то то, что все мои предки, один за другим, сотни поколений были, дает мне математическую практически стопроцентную вероятность, что я тоже буду. То есть, мне волноваться не о чем. И второе, если мы возьмем рациональное логически, сколько бы я не волновался, мне мои волнения не помогут. То есть, или буду, или не буду. И в момент, когда человек умирает, он по-любому умирает. Так вот, он говорит. Рибон коля Масим, хозяин всех дел, адон коля Нешамот, господин всех душ, барухаташи, благословен ты бог, а махзир Нешамот, тот, кто возвращает Нешамот, левгарим и тим, в тела мертвых. То есть, что получается? Что мы видим из этого благословения? Что, если смотреть на мир сквозь взглядом Торы, если мы смотрим на мир взглядом Торы, то что получается? Получается, что есть у человека, получается, что есть у человека вот этот вот биоскафандр, который большинство людей принимает, что вот это я. Но это не я, это тело, которое служит мне. Теперь, кто этот я, которому служит тело? Если мы посмотрим, что я это тот, кто управляет этим телом, то есть мышление, тоже не факт. Почему? Потому что мышление человека, его история о себе, его вот это вот самовосприятие, оно работает только пока человек бодрствует. Когда он спит, оно не работает. И даже если мы возьмем, что я это самовосприятие, вот это я, то откуда оно взялось? Если это я, оно реально существует, то куда оно потом денется? Непонятно. Теперь, если это я, оно идет против Бога, то есть оно идет против повелений Бога, то, то что, то оно исчезает в никуда. Если это я, вот эта вот история о себе, оно идет по Торе, то есть то, что Бог сказал, делай. То есть ты понимаешь, что я это Нишама, я это Божественная Душа, которую Бог вдохнул в меня. Он мне дал вот это вот самовосприятие, самовосприятие в этом мире, для того, чтобы я в течение этой жизни присоединил свое самовосприятие к своей Божественной Душе. И потом, если я свое самовосприятие, вот это я, я тоже осознал, что это я, оно не существует отдельно от Бога, что даже вот это я, то, что я называю собой, это не отдельная сущность, это Божественная, Божественная, как сказать, подарок, луч, потому что откуда оно взялось? Из капли. Куда уйдет тело? В землю. А вот это я, которое все это время, оно существовало в этом теле, куда оно денется? Если я отдельно от Бога, я тоже исчезнет. То есть это как видеофильм, который исчезнет, когда не будет носителя. Если это я, это тоже производное Божественное, а как я могу это сделать? Через присоединение своего я, через заповеди изучения Торы к своей Душе, к Богу. Тогда мое я возвращается потом в грядущем мире в это тело. Не в это тело, то есть будет опять новое тело, опять новый биоскафандр. И вот это вот я, вот эта вот виртуальная личность, которая в течение жизни присоединилась к Богу, возвращается в этот скафандр и уже живет вечно, потому что следующие скафандры будут вечные. Это будет грядущий мир. Вот это нам примерно так я понял Рабе Акаве Бен Меалалель. Давайте еще раз повторим, что он сказал. Он сказал по-простому. Посмотри на три вещи, и ты никогда не согрежишь. Что это значит? Значит, посмотри, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед тем ты будешь держать ответ. Откуда пришел из капли, куда ты идешь вместо праха, гниения и червей. И перед тем ты будешь держать отчет перед Богом, Творцом, Творцом мироздания. Значит, вот это три вещи, которые он нам передал, для того, чтобы не согрешить, что такое грех, это нарушить волю Бога. То есть, другого греха в этом мире нет. Потому что, если отдать человеку еще возможность, то, что сделал первый человек, решать, что такое грех, что такое не грех, так тогда, если бы я был, решал, что такое грех, что такое не грех, то я бы, естественно, все, что я делаю, назвал бы добром, а то, чего я не делаю, назвал бы грехом. Не, вернее так, все, что делают другие люди, которые мне мешают, я назвал бы грехом. И так примерно действуют все люди, которые начинают сами выдумывать, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому, значит, если я признаю власть Бога над мирозданием и понимаю, что меня создал Бог от физического моего сотворения до моего ментального состояния, где я называю себя каким-то именем, там что-то делаю, я не нарушаю законы Бога, значит, что все будет хорошо. Все. В общем, я вам желаю, чтобы все было хорошо, чтобы мы через Тору заповеди присоединились к Богу, чтобы мы не нарушали Бога, помнили всегда, откуда пришли, куда идем, и перед тем будем держать ответ. Все. Удачи, успехов, хорошей недели, хорошего дня, хорошего лета и хорошей жизни. Все. Удачи. Напишите свои выводы, пожалуйста, и все будет великолепно.